МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие телезрители. Здравствуйте, гости в студии. У нас сегодня просто звездный состав гостей. И говорить мы будем о кино. Еще Владимир Ильич Ленин сказал, что важнейшим из искусств для нас является кино и цирк. Цирк мы наблюдаем по телевизору. Кино мы смотрим в кинотеатрах, иногда по телевизору тоже. И просим вас ответить на вопрос в мессенджере телеграммы и на фейсбуке, смотрите ли вы украинское кино. Да, нет, только сериалы. Почему только сериалы? А многие не считают это серьезным киноискусством, и поэтому мы так сформулировали вопрос. Хотя я с этим категорически не согласен. Так, гостей много и интересных, поэтому с места в карьер. Андрей, Женя, Андрюш, сюда. Так, господа, вы у нас, ну, назвать вас патриархами язык не поворачивается. Специалисты. Вот в моем понимании, Андрюш, ты прекрасно разбираешься в мировом кино, хорошем кино. Женя, киновед, искусствовед и прекрасно разбирается в реалиях украинского кино. Женя, если можно, очень кратенько. Почему Одесса, почему украинское кино, почему Одесса так важна для украинского кино, и почему мы об этом говорим? Ну, во-первых, кино в мире началось все-таки не с бульвара Капуцинова из Одессы. За два года до бульвара Капуцинова на Дерибасской, в помещении нынешней гостиницы «Большая Московская», механик Новороссийского, ныне Одесского университета, Иосиф Чимченко продемонстрировал два эксперимента движущихся картинок. Кино родилось в Одессе. Дальше больше. Первая кинофабрика, насколько я помню, тоже одесская. Да мы не о кинофабрике говорим. Отелье стали появляться, как грибы после дождя, и на французском бульваре, и не только на французском. В Одессе снимали кино не просто на заре туманной юности прабабушек, а в самом начале 20 века. И когда в 19-м году сугубо формально, вот мы будем отмечать столетие киностудии с 23 мая 19-го года, это дата не рождения кино, отнюдь, а это дата выхода приказа о национализации кинофотоаппаратуры, которая находится в руках у населения, для чего бы ты думал? Для того, чтобы снимать пропагандистские учебные фильмы для Красной Армии, и тогдашней, о вреде венерических заболеваний, об осторожности при возможности укусов насекомыми и так далее. И первое официальное наименование Одесской киностудии, вот то, что стало киностудией, это киносекция политотдела 41-й дивизии Красной Армии. Первый фильм профилактически назывался «Гонорея», о том, как опасно, я не шучу. Потом появился игровой такой фильм, родилось кино. Игровой это было, когда они уже про прасность насекомых, про правшие снимали? Естественно, это было спустя некоторое время, был уже, как мы говорим, художественный. Я не знаю, насколько он художественный был, дело не в этом. Но кино-то начиналось в Одессе, и Довженко, и Бабель, и Маяковский, и Яновский, и Бучма, и Замычковский, и Шум, то есть этот список можно продолжать до бесконечности. Это все начиналось в Одессе, пусть не на Малой Арнаутской, но на Французском бульваре. Потом, когда появилась киностудия Довженко, но мы говорим об Украине, была знаменитая фраза, которая тоже себя оправдывала и имела логику, что Одесская киностудия, что студия Довженко в Киеве выпускает не менее одной хорошей картины в 10-15 лет, Одесская киностудия выпускает не менее одной-двух хороших картин в год. Это полностью соответствовало действительности. Ты упомянул во вступительном слове сериалы, телевизионное кино. Хорошо, не называли «12 мгновений весны» сериалом, не называли, допустим, «Приключения электроника» сериалом, «Цыгана», «Место встречи». Но телевизионное кино основным поставщиком тоже была Одесса. Как ни крути, как ни верти, если род человеческий ведет свое начало Иисуса, то кино ведет свое начало только из Одессы, и ниоткуда более. Кино на данной части Суши ты имеешь в виду? Да. Хорошо. А в какой момент... Это уже, наверное, к вам двоим вопросом, может быть, больше к тебе, Андрей. Произошло вот такое вот разделение на качественное западное кино, американское кино, европейское. Я понимаю и то, что снималось в Советском Союзе. Хотя были хорошие фильмы, несомненно. Но очень многие фильмы – это были клоны. Ну, как бы, это же не тайно, что Александров просто мог смотреть американские мюзиклы. Мог. А у Дунаевского был радиоприемник запрещенный, который слушал американское радио. И более того, Бортко, это уже доказано, слямзил собачье сердце. Увы, было, было. Андрюш, с твоей точки зрения, то, что вперед так резко рванул, хотя отстал по старту, западный кинематограф – это вина Советского Союза, обстановки. Мастера ж были. Ты имеешь в виду, рванул когда? Ну, уже в 20-х, 30-х. Ну, вероятнее всего, я думаю, может быть, уже, ну, школа уже не та, наверное. Да нет, я бы не сказал. Можно? Да, конечно. Дело в том, что если мы говорим о западном кино, то мы не имеем права забывать того, что в 20-е годы в Германии появилось настоящее кино. Мы его достаточно мало знали, потому что студия Уфа или Уфа, я не знаю, где удается. Присланг и прочее. Да, и дальше, из-за гитлеризма мы оказались отрезанными от огромного пласта фильмов. Но фильмы-то были сделаны высоко профессионально и талантливо. В конце 30-х годов появляется во Франции кино Марсель Корне. Дальше, после войны, итальянский нереализм. Что тут говорить? Америка остается Америкой. Мы три года назад были в Голливуде. Это суперпрофессионалы. По ремеслу все изумительно. Я не согласен с другими. Я не согласен с тем, что у нас не было настоящего большого своего кино. Оно было, просто оно было другим. Но так или иначе, как мне кажется, я высказываю свою точку зрения, противопоставления и противостояния между нашим кино и западным не было. Оно может быть сегодня по другой причине. Потому что сегодня на Западе кино есть. А у нас нет. А у нас, когда я был маленьким, на Соборной площади был пивной ларек. В окне стояла картонка и на ней было написано. Пиво нет и неизвестно. Вот так у нас. Кина нет и неизвестно. Почему, ребят? Почему? Почему? Может быть потому, что вот те, кто сегодня могли бы давать деньги на производство кино. Это мое мнение. Я не специалист в этом вопросе. У каждого свое мнение. Да. Те, кто могли бы давать деньги. Они хотят так. Я тебе через пять минут дам гривну, а ты мне сию секунду, с этой гривны, которую я тебе дам через пять минут, дай двадцать тысяч долларов. Вот такая постановка вопроса, как мне кажется, изначально отрезает что угодно. И одновременно мне лично, сугубо лично мне не внушает доверия конкретный состав тех персон, которые возглавляют структуру, отвечающую нас за кино. Это сугубо личное мое мнение. А мне еще кажется, можно? Конечно, можно. Мне еще кажется, что сейчас как-то размылась ситуация профессионалов в кино. Я в свое время тоже посещал киностудию, и многие здесь работали на ней, ходили на всевозможные просмотры. Это была великолепная команда. Когда ты идешь по коридорам, там куча групп, где снималось много замечательных картин. И когда начало все разваливаться, когда киностудию как бы практически закрыли, она там есть сейчас, как бы так. Ну, ее нет, считаю. Ее считаю, что нет. И люди вынуждены были уйти в разные моменты. Кого-то я видел торгующего книгами, из людей, которых я знаю, профессионалов. И пропали профессионалы. Они куда-то размылись, исчезли. Их размыли? Да. Их просто как бы, ну, наверное, время. Андрюш, а какие вообще вот тенденции мирового кино, как модно говорить, тренды? Вот куда нам нужно идти, за кем? И надо ли идти? Да нет, по-моему, нужно идти просто за своим сердцем, будем так говорить. Нужно, во-первых, создать базу обучения профессионалов. Это должны быть преподаватели, которые, ну, может быть, старой школы, которые научат актерскому мастерству, там, монтажеру монтажу, там, операторскому искусству. Вот мой сын сейчас учится в Киеве на режиссуру кино и телевидения. Он там увлекся и операторской работой, ну, и надеется, что это может быть наше будущее. Вот так. То есть тенденции мы не услышали. А кино же поменялось совсем, ребят. А если вы обратили внимание, почему это поменялось очень сильно последние три года. То, о чем говорил Женя, о финансировании. Если раньше бюджеты были у киностудии, у мощных киностудий, то сейчас бюджеты у прокатчиков. И у прокатчиков не кинотеатров, а прокатчиков сетевых. Главные деньги сейчас у HBO и Netflix. И то, за что там Колумбия отказывается, скажем, от сценария. Ну, они в общем, снимают сериалы в основном. Да, но какого качества стали сериалы? Отличного качества, да. В сериалы ушли мощные монстры, режиссеры, актеры. Сериалы стали такой уродный. Я все-таки договорю. Если там Paramount или Колумбия отказывается от какого-то фильма, потому что это дорого, Netflix без проблем выкладывает в три раза больше и забирает всю команду себе. И снимает бомбовые сериалы. Все изменилось. Миша, я думаю, не совсем точно. Все верно, но не совсем точно. Если раньше вопрос финансирования был сугубо формальным, служебным, текущим, и на него никто не обращал внимания, сейчас в результате деградации подхода к кинопроизводству изначального дошло до чего? Дошло до того, что на последнем съезде Союза кинематографистов Украины, в Киеве, в зале с трибуны прозвучало из 500 миллионов, которые были отпущены в бюджете на кино, 1 миллион из 500 пошел на киностудии, то есть на кинопроизводство. Остальное пошло тем людям, которые инвесторы продукции готовы делать что-то невнятное. И когда там же генеральный директор национальной киностудии имени Довженко, председатель Союза кинематографистов, народный артист Олесь Янчук, обращается к одному из чиновников Кабмина и говорит, так где эти деньги, дайте их студии, тот, продолжая жевать жвачку, на трибуне говорит, ты мне покажи, чего ты стоишь, я решу, давать ли тебе мои деньги. Он считает, что это его. Ну замечательно. Юля, что ты хотела сказать? Я хотела вставить 5 копеек по поводу Netflix и того. У нас нет запроса общества на платные ресурсы. Ты понимаешь, я вот за Netflix каждый месяц плачу там 10 долларов. И так платят все. Я хочу платить за Netflix 10 долларов. Миша, но... Я не хочу заниматься пиратством. Миша... Я не могу взять эти фильмы другим способом. Число тех людей, которые готовы платить, не критично по отношению к тем, кто не готов. На примере вот хорошего украинского фильма, который вот у нас был на кинофестивале «Стримголов». Они продали, правообладатели продали фильм на какой-то украинский ресурс, который тоже показывает за деньги. Оттуда сразу же украли, залили на торрент. Сразу, мгновенно. И вся судьба фестивальная, которая была как бы прописана наперед, зависла потому, что... Слушай, ну это проблема не Netflix'а, и это проблема не украинского сервиса. Скорее всего, это мегагло было. Я так думаю. Это проблема ментальности наших граждан. Вот. И у меня большой вопрос к тебе, Жень. А нафиг нужно госкино? Ты меня спрашиваешь? Да. Вот для меня... Мы с тобой в Одессе. В Одессе отвечают вопросом на вопрос. Вот сидит Жора Делиев, человек, которого знают далеко не только в Одессе и в Украине. Спроси Жору. Ему много госкино Украины выдало денег на производство Одесского подкидыша. Жора. Жора, тебе госкино надо? Ну я сразу скажу, вот как у меня с Одесским подкидышем дело произошло. То есть до этого три раза подряд я подавал на государственное финансирование с другим сценарием. Заложник называется. И три раза отказывали. Причем мне случайно передали вот их ну записки анонимные. То есть там были закрыты имена кто что писал. Но совершенно безграмотные какие-то аннотации вот мотивация почему не дали деньги на кино. То есть такое ощущение будто десятиклассник сочинение там ну Я думаю, что насчет десятиклассника это очень погорячился. Ну я так немножко завышаю планку. Значит потом после этого у меня одна компания этот сценарий выкупили. То есть я говорю ну давайте я буду снимать. Они говорят нет, мы хотим выкупить. Выкупили за довольно приличные деньги. Вот. После этого я сказал все. Я больше не буду с ними иметь дело. Потому что мне даже ну не то что там жалко денег которые там надо будет отстегивать и там в итоге для бюджета кино останется там половина да в лучшем случае. А будет заявлена вот такая сумма. А потом же нужно будет это все на экран передать. Я махнул рукой и вы знаете да два года назад с помощью краудфандинга собрал деньги на кино. К счастью Это будет отдельный рассказ. Вот сейчас про это не рассказывай. Про госкино. Значит но с другой стороны вот смотрите я сейчас был в Каннах да на фестивале Сергей Лозница снял фильм. Мы там снимались. Я, Наташа Бусько мы с Наташей ездили. Миша Волошин российские артисты румынские, украинские и украинские в общем украинское финансирование вложило довольно какую-то солидную сумму. Ну при том, что Германия конечно больше вложила потому что он ну больше германский режиссер чем украинский. Вот поэтому я не знаю как. Я не знаю этих механизмов. Вот то о чем говорит Женя Женин я бы может быть и пошел бы сказал ну давайте мне деньги ну посмотрите там чего я стою. Но это стоит таких усилий что они выпьют всю кровь я буду потом такой обесточенный обессиленный у меня не хватит сил снимать кино. Если денег минимум процентов 40 заберут и я тебе гарантирую. Так я с этого начал. Последний питчинг показал ребята без проблем финансируем. Может я открываю большую тайну но потом было сказано что вот 4 продюсера с которыми вы можете иметь дело. Эти продюсеры собрали киношников и сказали ребят все отлично можем работать с тобой, с тобой, с твой с кем угодно 40 процентов. и они тоже поставлены в ситуацию это же они же не себе в карман забирают. А куда? Ну не только не только себе. Есть источник денег который с трудом их отдает. Вот часть денег возвращается в этот источник. Там нам огничено притягиваются эти деньги обратно они хотят уходить но что-то происходит. В всяком случае Жора титула народного артиста Украины тебе явно недостаточно для того чтобы постичь куда идут деньги которые до тебя не доходят. Дело в том что я как-то Чукча писатель который читать не умеет я умею производить кино у меня у самого телевизора уже лет 10 нет я избегаю всяческой такой внешней информации поэтому правда я осознаюсь я очень темный человек вот мы здесь сидели я говорю Женя расскажи что там и он начал рассказывать какие там законы выходят и вот я так через коллег немножко узнаю через друзей какую-то информацию но это более верная информация чем если я залезу в интернет и буду читать всякую билиберду из которой 95% вранья 5% правды а я не могу ее отличить а вот скажем от таких людей я уже могу выудить какую-то истинную информацию еще можно сказать в общем что-то другом ну я понимаю сейчас о финансировании фильмов но ведь проблема же кино порой не только в финансировании а в отсутствии прекрасного сценария вы уже знаете что такое кино это три вещи сценарий, сценарий, сценарий и умения написать сценарий людей таких очень мало сейчас то есть рассказать внятную историю не все могут языком кино понимаешь Андрей вот я для этого сказал что я три раза подавал на питчинг не принимали этот сценарий этот проект и у меня его купили а купила у меня частная компания выкупила этот сценарий и кстати насчет сценариев вот совсем недавняя картина Киборги высказываю опять-таки сугубо субъективное мнение крепкий профессиональный по ремеслу мощный сценарий Наталье Ворожби да и при всей моей искренней симпатии к актеру Актему Сейтаблаеву никакой режиссуры Актему Сейтаблаева и картина проваливается вот у меня такое ощущение то есть рассказать не смогли да вы согласны согласен если честно у меня претензии и к сценарию там тоже но он профессиональный хотя бы у нас 4 минуты до конца первого части нашего эфира и я хотел бы еще услышать ваше мнение по следующему вопросу есть сейчас страна находится в очень тяжелой ситуации давайте называть вещи своими нами мы воюем да состояние войны частичной разрухи и так далее есть некие фундаментальные вещи на которых должна строиться национальная безопасность из них две помимо армии экономики очень важны это политика и информационная безопасность сейчас тот момент когда страна должна по полной программе использовать свои возможности пропаганды информационного кино донесения правды а у нас этого не происходит вот как раз в кино тогда когда это сейчас нужно а кино это лучший инструмент для пропаганды лучше не существует так вот как раз тут один в один ты попадаешь в точку подавляющее большинство фильмов полнометражных игровых вышедших на экраны в последние считанные годы это сугубо политического характера и политического заказа картины какие это лучше какие это хуже это и моя бабушка Фанни Каплан это и Киборги это и Червоный это и Поводырь это наконец то что сейчас вот только что закончил Олесь Янчук Таемный Щаденник Симона Петлюра я подчеркиваю картины абсолютно разные есть прекрасные есть ничтожные но как раз то что сейчас все политизировано в кино это факт можно я скажу да вот я скажу на примере Великой Депрессии в Америке в тот момент когда ну люди жили на один доллар в день американский кинематограф он был очень развлекательным он ну как бы людей накачивал таким позитивом то есть золотой век мюзиклов это период Великой Депрессии но что интересно что я вот что интересно узнал что да люди ходили в кино они отдыхали отключались от того что их окружало но был еще пласт документального кино вот он был натуралистичным он показывал ту реальность жизни то есть тут ты человек отдыхал если хочешь посмотреть что происходит реального там в Америке пожалуйста вот иди документальное кино которое надо развивать обязательно на Украине полуслово как раз документальное кино это то что на мой взгляд сегодня в Украине имеет место быть славно потому что имея Балаяна в Киеве и по всему миру Валеру Балаяну имея Андрея Загданского в Нью-Джерси украинского режиссера в Нью-Джерси вот такие супер профи талантливейшие люди и один и другой они по сути дела сегодня делают кино настоящее украинское и они идут впереди игрового но я тебе должен сказать что ну то что Андрей Загданский мой друг это отдельный разговор я его считаю я его считаю лучшим режиссером документалистом в мире причем Валера Балаян оставим я не вижу украинского местного документального кино вообще Балаян живет в Украине гражданин Украины Балаян один население 45 миллионов да тебе не кажется что это как-то один режиссер живущий в стране снимающий документальное кино по-моему это маловато есть еще масса которых мы не знаем может быть потому что они не заслуживают того чтобы их знали может быть они даже что-то снимают может быть и мы подходим к тому что ребята на самом-то деле ведь есть весы есть понятие продюсерское кино и авторское кино продюсер у продюсера одна задача это бизнес заработать деньги у автора задача создать качественный продукт какое-то произведение искусства и они очень часто не сходятся и это очень серьезная проблема и вот как выдержать этот баланс и в итоге получить качественный продукт в то же время и продаваемый это вопрос номер один рецепт есть 5 секунд рецепт есть для этого продюсер должен доверять художнику которого он приглашает и художник будет делать то что считает мы уходим на рекламу продолжаем говорить о кино с прекрасными гостями в студии просим вас ответить на вопрос смотрите ли вы украинское кино в мессенджере телеграма на фейсбуке да нет только сериалы мы можем включение сразу дать со старта Сергеем Сергей добрый вечер вы нас слышите добрый вечер да добрый вечер Сергей вы умудряетесь снимать и снимать ну во всяком случае немало по моим меркам а как это удается желание и снимать работать хорошо но одного желания мало и насколько я знаю вы еще умудряетесь вернее не вы а ваши картины занимать призовые места на фестивалях ну иногда бывает конечно в принципе для этого ну как фестивальное кино для этого и создается чтобы выигрывать фестивали и участвовать в фестивалях вы вы в основном работаете в жанре короткометражек и только сейчас насколько опять же я знаю вы собираетесь снимать полный метр а почему такой выбор короткометражки это проще нет это это так правильно сказать тренировка ну как бы я считаю что перед тем как снимать полнометражные фильмы нужно ну немного потренироваться найти стиль войти в жанр выбрать жанр ну большинство режиссеров мировых начинали с короткометражных фильмов хорошо а где вы деньги берете вот так вот зарабатываю на рекламе то есть это про продукт в основном помогает не не в смысле я снимаю рекламу как режиссер а потом на заработанные деньги снимаю фильмы то есть вы сам себя финансируете да хорошо что я не ушел в режиссеру а то бы я отдал все что я заработал на рекламе ваше мнение перспектива украинского кино существует да огромная за последние три года украинское кино очень сильно развивается я вот слушал ваш предыдущий блог я частично не согласен очень много украинских фильмов ну то что во-первых госкино начиная с 2014 года дает систематически больше денег на украинское кино украинское кино становится больше и оно становится все лучше каждый год в этом году планируется насколько я помню где-то 40 или 40 полнометражных фильмов выйти в прошлом году было около 30 то есть у нас все хорошо ну нельзя сказать что все хорошо но все развивается и очень быстро но тенденция есть то есть вы настроены оптимистично и видите перспективу и выход из конца туннеля там горит в украину скоро все пойдут снимать украина это нужно чуть-чуть просто улучшить условия для международных инвесторов и все и все пойдут хотя бы возврат денег чтобы уже принялся тогда будет легче услышал ошибаюсь окей спасибо так все говорили что у нас проблемы со сценариями Наташа и и и с кем же с кем же с кем же с кем же Жень давай ты вот два человека которые участвуют в кино художник-постановщик и сценарист все начинается со сценариев я регулярно слышу что самая большая проблема современного кино это сценарий нет хороших сценариев бесконечно переснимают старое кино там мои друзья которые редактора на телеканалах которые занимаются производством сериалов устраивают истерику что у них свое личное небольшое но очень уютное кладбище сценаристов нет сценариев они убивают сценаристов я этого не понимаю ты как сценарист можешь мне это объяснить что со одной стороны пишется классный сценарий с другую а производитель говорит что сценариев нет ну я не знаю мне кажется что проблема в том что у меня например есть несколько сценариев которые нравятся которые нравятся режиссерам которые нравятся продюсерам но которая написана не в формате как говорят каналы то есть каналы у каждого канала есть свой формат это мелодрама или это детектив или это мистика предположим а если автор приносит сценарий который именно авторский и написан по канонам которые не подходят этому каналу каналы или не принимают или заставляют его переделать я с этим сталкивалась и сейчас сталкиваюсь я тоже с этим сталкиваюсь то есть это работа уже продюсеров канала этим занимаются продюсеры и редакторы на каналах которые в основном знаете еще бывает такое что они сами не знают как это сделать что они говорят нам надо переделать нам надо из этого сделать вот это но мы не очень знаем как вы сами вот предлагаете какие у вас есть предложения вот ты думаешь как из комедии сделать мелодраму а то что переснимают сейчас это да я вот немножко готовилась к вашей программе и решила посмотреть аннотации к фильмам как нам очень много южнокорейские пересняты и люди зритель они видят эти фильмы то есть пишут в комментариях это пересъем какой-то там мелодрамы это пересняли это фильм клинта и ствуда я когда-то видела один в один просто вот такой слушай а ты видела вообще удачный вариант переснятого кино который лучше чем оригинал ну я оригинал и не все видела но у нас же были эти в россии не родись красивой няня их же очень хорошо сняли и наши смотрели зрители на ура моя прекрасная няня не родись красивой было там их по-моему пять или шесть до этого во всех странах снимали это сериалы это сериалы проторенная дорожка ой вы знаете ну по моему на мой взгляд этим занимаются и американцы и французы и папаши эти все занимаются я этого не понимаю американская киноиндустрия при всей ее мощи и деньгам они тоже переснимают ребят почему вот можете мне объяснить может им просто сценарий нравится слушай я знаю удачный вариант переснятого кино по-моему уникальный вариант когда один и тот же режиссер снял фильм в шестьдесят восьмом году или снял его в две тысячи третьем или пятом но уже в качестве продюсера а не режиссера это мэл брукс продюсеры кино какой из них лучше я сказать не могу это оба гениальных фильма но снятый по-разному с скажем так наверное человек что-то переосмыслил через тридцать лет слушайте ну когда проходит время меняются жиряли Михалков же тоже переснял двенадцать разгневанных мужчин это ну совершенно я посмотрела оригинал ну мне было интересно итальянский или американский американский это не оригинал старый старый оригинал итальянский а еще значит есть третий ну мы уже в другом мире живем и наши мне например интереснее наш смотреть несмотря на то что тот тоже шедевр конечно Говорухинский фильм вот был помните лифтный шафот да последний его фильм уикенд тот же фильм не видел и слава богу слушай вот тут ты человек который остается за кадром но твоя работа видна в каждом кадре читать сценария да очень внимательно а вот почему так незаслуженно обижают художников постановщиков ну они не так известны как режиссеры как продюсеры как актеры в принципе их не видно поэтому дело в том что все начинается от того что кино превратилось в непрофессиональное вообще то есть на сегодняшний день кино занимаются все кому угодно художника может быть человек который даже не умеет рисовать в современных фильмах это как ну так он вот он художник он сказал что он художник или он родственник продюсера с чего начинается твоя работа ну как я понимаю есть сценарий чтение сценария есть режиссер есть продюсер и тебе высказывают пожелания и ты должен нарисовать картинку как это должно выглядеть так или нет да ну то есть мы определяемся допустим с режиссером как то есть общее видение какое-то приходим к нему и уже там дальше творчество и кроме творчества деньги продюсера возможности продюсера и соответственно у тебя какие-то пожелания есть вот как художника-постановщика чем больше бюджет тем лучше хорошо сейчас сейчас самые кассовые это фильмы с использованием FX эффектов ну как бы это не секрет да мы на это пока ну не тянем вот вот никак вот как бы с моей точки зрения путь Украины это качественно авторское кино не очень высокобюджетно но с хорошим выхлопом ну вот это тот путь по которому пошел в Израиль Израиль сейчас рвет всех на международных фестивалях у них супер кино пошло но там нет там нет никаких спецэффектов там все хорошо ну вот последний сериал я посмотрел израильский закончил буквально недель назад фауда это гениальный сериал уже второй сезон вышел не видел это про про работу спецслужб но это абсолютно реальный жизненный сериал с блестящей игрой актеров великолепным сценарием и супер режиссурой по производству копейки поверь мне ну я могу оценить сколько стоит эта картинка с твоей точки зрения у Украины такой же путь то есть денег на блокбастеры со спецэффектами не будет да думаю что нет нужно готовиться к малобюджетным фильмам да скорее всего даже если вас не слышит простите что вы сказали я говорю деньги будут спецэффектов не будет это точно то есть как бы суммы на кино есть очень большие которые выделяются но кино не отличается от малобюджетного крупно-бюджетного я ради интереса посмотрел пару российских блокбастеров там за последние пять лет где fx эффектов ну блин много много и достаточно сильных ну на десятку-двадцатку миллионов и не рублей там бюджеты которые Украине пока не сняются да очень большие ну это такая полова ну это просто сказочная клюква и спецэффекты ногами сделанные ну здесь я думаю даже вопрос не ног потому что есть и американские фильмы там не знаю падение Лондона это были самые позорные спецэффекты которые там видели за последние десять лет я думаю что здесь как раз вопрос в том для чего они сделаны вот вопрос как раз сценария они сделаны неинтересно и они не имеют никакого смысла просто как бы эффект для эффекта это это глупо ну при при этом я знаю минимум три команды в Украине которые работают на Голливуд да которые шмоляют fx эффекты по полной программе я думаю что это опять же вопрос денег у нас у нас просто нет денег поэтому мы говорили с Евгением Жениным о документальном кино то есть игровое кино может играть в документальное кино на этого не так нужно много денег вот как ты говорил о израильском сериале то есть если оно будет где-то приближенно адаптировано к жизни это можно сделать очень качественно и не за большие бюджеты вот возвращаясь к фильму Сергея Лозницы ну просто меня ну потряс и сам фильм который я посмотрел я не ожидал просто он же режиссер документалист изначально и вот он воссоздал художественное кино то есть он написал сценарий играли актеры блестяще все изумительно декорация там весь кривой рог он три месяца это все строилось ощущение документализма полнейшее тотальнейшее значит я таких съемочных групп огромных не видел человек сто вот минимум там голландцы немцы поляки румыны прибалты россияне украинцы то есть все он лучших из лучших собрал он вызывал о каком фильме мы говорим для телевизора это фильм Донбасс Сергей Лозницы вот он сейчас был на Каннском фестивале вот он там вызвал я не знаю там получит он или нет но он вызвал ажиотаж очень сильный то есть он так взбудоражил публику так вот Сергей Лозница то о чем ты говоришь Андрей он снимает художественный фильм но который выглядит как документальный и бюджет там огромный я никогда много в кино снимался видел я никогда не видел таких огромных вот подготовок бюджетов таких огромных групп он вызывал артистов скажем там один съемочный день он вызывает в экспедицию артиста из России из штатов там из штатов один американский актер снимался ну в нашем смысле русскоговорящий на два дня репетиции вот значит порепетировали отправил причем все это не спеша вроде бы но точно по календарному плану за месяц до Канн он еще снимал кино и он успел на Канн уже фильм был полностью смонтирован готов вот он вышел поэтому но правда это уникальный случай я ну не могу сказать что это системно это Сергей Лозница он один он единственный буквально пол слова вот зашла речь о сценарии я сейчас от начала до конца изложу сценарий полнометражного художественного фильма который длится 10 секунд это реальная история поспорили это исторический факт поспорили режиссер и сценарист может ли полнометражный художественный фильм длиться расскажи знаешь эту историю да конечно режиссер говорил не может сценарист говорил может история выглядела так комната женщина перед экраном телевизора рука женщины на трубке телефона перед ней телевизор на телевизоре идет прямая трансляция запуск космической ракеты корабля космического обратный отсчет 10 9 8 7 5 4 3 2 1 старт ракета поднимается она снимает трубку и говорит он улетел можешь приезжать все но но кто был режиссер и кто был сценарист режиссер который не верил в возможность такого это федерико феллини а сценарист извините на минуточку танина гуэра вот что такое мастера хорошо спасибо вам я в принципе услышал вас спасибо большое саш и вас джору ну во первых я вас поздравляю вы сняли кино спасибо что вы что вы что ты причем я так понимаю что способ добычи финансов у вас был абсолютно разный у тебя получился краудфандинг практически полный ты работал своими деньгами частная инвестиция да я и партнер и партнер ну и как оно по ощущениям вот сейчас ну есть есть разные плоды после того как выходит фильм мы получили для себя наверное очень важный очень серьезный плод в прокате когда твой фильм появляется и ты понимаешь что он понравился зрителям как это можно понять можно там почитать комментарии много плохих много хороших они бывают разные но в кино есть простой критерий если на второй неделе проката идет падение больше чем на 50 процентов фильм не понравился то есть сарафан не пошел люди говорят кино плохое ребята не приходите если меньше тогда фильм хороший сарафан был хороший все получилось в нашем случае сарафан был даже меньше чем 20 процентов то есть падение второй недели проката было меньше чем на 20 процентов То есть я понимаю, что могут быть разные разговоры, могут быть продюсеры, режиссеры и так далее, но зритель фильм принял, ему зашло, и это для нас, наверное, было самое главное. Будешь продолжать? Конечно, обязательно. Продолжать и продолжать в Украине. Мне понравилось наше настроение гостя в онлайне, о том, что у Украины есть шансы, и кино будет развиваться. Конечно же, будет вопрос, насколько быстро и насколько это будет по кочкам. На сегодняшний момент у нас есть возможность быстро вырасти, но помогут ли этому росту или помешают? Вот это вопрос. Ну, мне еще рано судить, но моя ошибка заключается в том, что я на фильм деньги собрал, а вот на промоушен не было. И, короче, я вот сейчас столкнулся с этим. И сейчас, начиная вдогонку, быстро там вкладывать все, что у меня есть. Тебе легко его продвигать в Одессе? Это спектакль, который знает одесский, автор одесских спектаклей? Нет, нет. Одесситы пойдут, нет? Нет, у меня как раз таки Киев лидирует. То есть Киев пошел, потому что Киев... Дело в том, что я пошел, я не стал работать здесь. Я ничего не понимаю. Вот это странно. Я также не понимаю, то есть для меня это как бы, ну, не знаю, я первый раз иду по этой дорожке. То есть я снимал кино до этого много раз, да, но как бы там все было понятно. Вот есть продюсер, есть, ну, все было понятно, куда, ну, чего, и дальше кино жило своей жизнью. Вот. А здесь я полностью отвечаю, ну, за все. То есть хозяин-барин. И, скажем, то, что я не стал работать с дистрибьюторами, а я просто с ними не смог договориться. И решил работать самокатом, то есть договариваться с кинотеатрами отдельно. Это очень сложно. То есть я сейчас понимаю, какой на себя гембель взвалил. И, скажем, вот если я Одессу немножко потерял уже, потому что я работал только с кинотеатром «Золотой дюк», с остальными, ну, просто не успел. А Киев уже охватил там около, по-моему, 8 кинотеатров. Вот. Я уже там сейчас бигборды повесил и как-то так начал окучивать Киев. И, в общем, так вроде бы, ну, не будем забегать вперед. А чего не получилось с прокатчиками, с дистрибьюторами? А я с ними, я как будто, я говорю с ними на разных языках. То есть там я начал с UFD, ну, с такими скрупными. Они говорят, нет, это не наш формат, у нас там все это занято. «Артхаус трафик», Денис. Денис говорит, у меня там столько картин, он как раз был этим «Донбассом занят». Он говорит, я бы рад взять. Говорит, да. Причем все эти дистрибьюторы, фильм классный, говорит, очень хорошо. Но нам надо, чтобы фильм был молодежный, у тебя очень взрослая аудитория. Я говорю, так вы поймите, человек, которому 30-35 лет, 50 лет, он уже имеет деньги. Он может пойти в кинотеатр и заплатить там 100 гривен, купить попкорн жене, там, семье. Гораздо легче, чем, скажем, 18-летний, 16-летний подросток. Что взрослые люди не ходят в кино не потому, что они не любят кино, потому что для них не снимают фильмов таких. В основном идет кино молодежное. Или они просто не любят ходить в кино, как я, например. Нет, они любят ходить в кино. Я не люблю. А я люблю ходить. Я знаю многие, которые... Но я не могу пойти в кино. То есть там нет таких фильмов, от которых бы я получил удовольствие. Это очень редко. Там есть мультики классные. Мультики различные. Да, мультики с детками можно. Но мы немножко отвлеклись. В общем, и мне сам Денис Иванов говорит, так, понимаешь, никто не будет любить из дистрибьюторов так твое кино, как сам создатель. И еще несколько людей сказали, так занимайся самокатом, ты найдешь кинотеатры. И я так вот потихоньку начал, я вижу, что просто находится лояльный кинотеатр, который говорит, да, мы возьмем с удовольствием. И есть кинотеатры, которые, ну это в основном такие сетевые, большие. Они говорят, нет, 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 у нас там своя программа. Вот, в общем, я сейчас просто первопроходец, я не могу сказать никаких цифр, ничего, потому что, ну, как бы я сейчас бьюсь лбом об стенку, которую сам себе выстроил. Но я же этого не знал, я изучаю таким образом жизнь. Вот я так живу. То есть как режиссер, допустим, у меня уже есть, там очень хорошее представление обо всем. То есть я еще только запускался, я уже знал, как будет выглядеть кино. То есть для меня абсолютно не было никаких таких сомнений. Ну, мелкие были, конечно. А вот прокат, это полностью вот как чистый снег, и я по нему иду, и, может быть, потом кто-то по моим следам пройдет. А повторить хочется? Ну, краудфандинг, я не знаю, я пока в ближайшие года два не хочу проходить, потому что это очень тяжелый путь. То есть надо приложить очень много, вложить свои энергии, сил, для того, чтобы убедить людей, чтобы они дали деньги, чтобы они поверили. Но я думаю, что второй раз мне уже как бы легче будет, но вот следующее, но не буду забегать вперед, пока мы уже там говорим с одной компанией, чтобы сделать продюсерский фильм. Но это уже будет другой этап. Ну, смотрите, мы два раза уже упоминали слово формат. Хорошее приложение к нашему эфиру. У телеканалов есть формат, они не берут с нашей точки зрения интересный сценарий или интересную тему. Оказывается, у прокатчиков, у дистрибьюторов тоже есть формат. Абсолютно то же самое. Работает все одинаково. Все работает одинаково. Это жесткий бизнес, и там, и там борьба за аудиторию, борьба за кассу. То есть и у каналов, и у дистрибьюторов это бизнес. Абсолютно. И больше ничего. Нет, но бизнес, который формируется на кино и телерынках, то есть он все равно, у него есть свои источники. Просто дело в том, что там, ну как, обучает людей, что хотите заработать деньги, поступайте вот так. Иначе бы они... Это же кинорынки и телерынки, они же не просто так, свободный рынок приехал. То есть там есть какие-то, ну как бы есть, скажем, учителя, есть какие-то руководители, которые формируют... Это очень интересная тема. Давайте мы к ней вернемся после перерыва. Уйдем на рекламную паузу и потом продолжим. А мы и не уходили отсюда, в общем-то говоря, продолжали разговаривать. Я прервал тебя. А о чем мы говорили? А, я говорил о том, что все равно существуют руководители. Ну, естественно, ведь кино и телевидение – это очень мощный источник воздействия, вот то, о чем ты говорил, да? Поэтому как... Ну это во все времена было всегда. Это было и до кино, до телевидения всегда. Да, в любой компании, если человек хочет руководить... Жор, знаешь, у меня существует легкое подозрение, переходящее в уверенность, что зачастую и прокатчики, и телеканалы, утверждая, что их аудитория именно такая, на самом деле эту аудиторию формируют. Они делают то, что им удобно или выгодно. Конечно, именно так. То есть не то, что этот телеканал смотрят только ипохондрики, которым надо рыдать. Нет, они делают лишь людей ипохондриков. А невозможно проверить вкус. Вот у меня, кстати, был спор, ну, давно еще там с одним продюсером я говорил. Он говорит, понимаешь, я вот знаю свою аудиторию, вот какое кино надо снимать, какие телепередачи, говорю, как ты знаешь, как ты можешь знать? Он говорит, у меня есть фокус-группа, которая там учились где-то в Лондоне. Они вот обучались, и они знают вот как... Я говорю, а как они могут знать? Говорю, я вот работаю там каждый день в театре... Извини, перебью. Поверь старому рекламисту. Большего обмана, чем фокус-группа и развод заказчика, не существует. Так я же к этому клоню. Оно не работает вообще. Я же к этому клоню. Фокус-группа нужен для того, чтобы вытянуть максимум бабовая заказчика. Больше не для чего. Я вот к этому и клоню. Что, говорю, даже я, вот имея опыт, ну, работая с аудиторией, да, там, два-три раза в неделю, ну, вот, играя спектакли свои, могу как-то понимать, чем дышат люди, да, так в основной массе. И то я не берусь судить, а получится это, будет ли это смешно, будет ли это интересно. То есть всегда это эксперимент. А как они могут решать? Поэтому я абсолютно уверен, что вот если показывать там 10, 20, 100 раз одно и то же, люди привыкают, они начинают считать, что это хорошо. Особенно если авторитетные люди начинают утверждать, да, это хорошо. Вот смотрите, это 80% людей верит. Убеждаемые, конечно. Вот, а остальные уже там подтягиваются автоматически. И что с этим делать? Немножко кино и телевидение, они разнятся. Если у телевизора есть определенный формат у конкретного канала, то в кино это, наверное, ну, совсем чистый-чистый бизнес. Потому что прокатчику, его мало интересует аудитория, ему нужно привлечь людей в кинотеатр. А кинотеатру нужно, чтобы его зал был заполнен, чтобы каждое место, оно не было пустым. Они тратят деньги на свет, на аренду и так далее. Если у них есть риск зал не заполнить, они сразу отворачиваются, они сразу фыркают, они говорят, нет, 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 потому что у них есть, ну, грубо говоря, как в магазине, можно поставить, есть классный товар, который покупают всегда, есть товар непроверен, непонятный, такой, как украинское кино. И как, ну, мы можем поставить, но здесь же можно хэддон шоу поставить, он будет продаваться однозначно и гарантированно. Поэтому блокбастеры деньги приносят американские. Логично. Украинские не приносят. Потому что их рекламируют. То есть, чем больше рекламы, тем больше людей ходят. Вот и все. А кино – это маркетинг на сто процентов. И вопрос привычки тоже. То есть на это надо идти. Вот смотрите, вот, ну, сейчас опять возвращаюсь к Сергею Лозницы. Просто очень, ну, такой животрепечущий пример. Он мне просто потряс. Вот, ну, до этого другой проект, сериал «Одесский сувенир». Я там снимался. Великолепный режиссер Олег Туранский. Очень тонко работает. Он, ну, актеру может объяснить задачу. Он не выбирал актеров. Вот ему редакторы выбрали. Говорит, вот эти, вот эти будут играть. И там в итоге получается, что есть актеры, ну, органичные, которые там вошли как-то в сериал. Я знаю одного Володя Емненко. Он хотел играть там одну роль. Его уже начали утверждать. И он так хотел играть эту роль. Он говорит, нет, вы будете играть там этого полицейского. Он вообще хотел бросить, хотел уйти. По поводу этого сериала я вообще буду молчать. Я не умею разговаривать. Вернее, я умею разговаривать, но в эфире так разговаривать нельзя. Так как я хочу поговорить про этот сериал. Потому что я знаю, я прекрасно понимаю, что там произошло, как поработали продюсеры и редакторы. И сделать такое, это надо было очень постараться. Ну, вот. При Туранский действительно хороший режиссер. Хороший. Но он там не мог справиться, потому что половина актеров, которые... А что есть лучше на самом деле? Ну, есть определенные проблемы. Сейчас, можно я закончу мысль? Я почему с Лозницей сравниваю? Лозница сам выбирал актеров. И он говорил, вот я увидел там на Ютьюбе этого дальнобойщика, который песни поедал. Он говорит, вот я хочу этого актера на роль мэра. И его оттуда из Сан-Франциска. А он же и продюсер, да? Лозница нет. Другие продюсеры. Десять продюсеров. Там из Германии, из Прибалтики, там много. И они это делают. Потому что вот Женя, по-моему, или кто-то говорил, что продюсер должен довериться режиссеру. Если взял режиссера, все, дай ему свободу, пусть он работает. Вот в данном случае это идеальная схема. Ребята, и вот на этом я вас прерываю, потому что мне очень нравится этот месседж. Пока вы будете садиться, я буду звать следующих. Я попробую эту тему продолжить. Спасибо. Бат, Юля. Самый гениальный рекламист всех времен народов Дэвид Агилви сказал когда-то одну гениальную фразу по поводу заказчика, который начинает рассказывать, какую ему делать рекламу. Фраза эта звучит так. Зачем иметь собаку и самому лаять? Если ты взял режиссера и считаешь, что он сделает хорошее кино, зачем ты лезешь в его работу? Вот режиссер. Вот режиссер, в работу которого лезет все, кому не лень. Бат, ну тебя одесские зрители не очень знают, хотя ты уже был в эфире. Бат Анидич, украинский режиссер сербского происхождения. Как про него пишут на Википедии, я не думаю, что есть хоть один режиссер на постсоветском пространстве, который по объему материала тебе приближается хотя бы на половину, отснятого, и который пошел в работу. Ты имеешь статуэтку Тефи, ты имеешь главный украинский приз за сериал, я не помню, как он называется. «Столетие Якова». «Столетие Якова», а приз как называется, я забыл. «Телетриумф». «Телетриумф». И ты востребован, ты постоянно работаешь. И я знаю твои проблемы. А как этот заколдованный круг разрабатывать, с твоей точки зрения? Я, во-первых, хочу немножко вернуться к тому, чтобы здесь уже было сказано. Согласен абсолютно со всеми, кто выступал, особенно с Евгением, который сказал, что режиссеру надо доверять больше. Могу в качестве примера, я просто, ну, счастлив хотя бы тем, что никогда в жизни я не взял у государства ни копейки денег, хотя мною было снято очень много всего, да. И могу сказать, что все мои коммерческие проекты, все они были коммерческие, окупили себя и заработали денег всем, мне и продюсерам и так далее. То есть основная составляющая не просто попросить у государства денег для того, чтобы оплатить свою работу, снимая кино. А если ты уже берешь деньги у государства, ты должен вернуть государству эти деньги и себе взять только наполовину, наверное, или какую-то часть от того, что это кино заработало. То есть зарабатывать на роялце? Абсолютно. То есть, ну, просто так вот ходить с протянутой рукой, это очень похоже на какой-то, я не знаю… Развод. Нет, не развод. Знаете, вот народная кухня. Мы голодные, дайте нам налейте немножко супчиком и там покушаем. Ребята, это бизнес, это очень серьезный бизнес. И за эти деньги надо отвечать. Я готов. Но последних моих пять проектов на том же канале «Один плюс один», «Сувениры из Одессы», вы говорили, я горничный, я практически параллельно делал. Но делал, наверное, четыре раза меньше по срокам, практически семь раз меньше по деньгам. Они прошли по эфиру очень хорошо, но я не монтировал. Монтировали вот эти вот девочки, которые себя называют продюсерами. На самом деле это мерчендайзеры, которые там утверждают губную помаду, утверждают там еще цвет стен и так далее, и так далее. И мне просто надоело, я приехал в Одессу, и надеюсь, что там, где начиналось кино, оно сейчас снова будет возрождаться, и мы сделаем очень много интересного и хорошего и качественного здесь. Деньги где возьмем? Ну, это твои проблемы. Нет, деньги на самом деле есть, просто надо понимать людям, которые вкладывают, что они не вкладывают просто так, вот дайте нам миллион, а мы там половину сразу украдем, 30% куда-то денем, и на остальное, наверное, там попробуем что-нибудь. Ну, не получилось. Ну, ерунда, да? На самом деле мы говорим, ребята, есть вот варианты, есть вот такой вот вариант, есть вот такой вот вариант, идете с нами? Нет? Давайте тогда будем уже, а мы же будем разговаривать и с англичанами, и с немцами, и так далее, и так далее. Но я готов брать на себя ответственность за качество продукта и за эти деньги, которые мы точно будем находить под кино. Юль, ты такая перепуганная, какая-то смущенная. Нет, я пытаюсь сформулировать вообще идею про то, что твою идею о том, что путь украинского кино – это путь авторского кино. Практика показывает, что авторское кино большинству нашего населения неинтересно. И я вот подумала о другой мысли, которую кто-то высказал, я прошу прощения, теряюсь, о том, что телевизор воспитывает, да? Это опять же я сказал. И вот мне кажется, я никогда не думала, что я произнесу эти слова, но мне кажется, что государство должно как-то сориентировать телевизор, чтобы оно начало по чуть-чуть воспитывать вкус зрителя, возвращать от этого всего, от мыла и к какому-то качеству. Потому что есть какая-то группа людей, которые занимаются самообразованием и которые смотрят хорошее кино. А сейчас хорошее украинское кино есть, оно появилось. Последний Одесский кинофестиваль был тому примером. Украинская программа «Прекрасная». Я сейчас летела из Нью-Йорка в Киев, было в телевизоре два фильма, которые я видела там, и я сидела их смотрела. Хотя у меня был полный голливудский набор, понимаешь? Я тебя что хотел спросить, дорогая моя? Ты уже американка, да? Ты уже живешь в Нью-Йорке. И мы все знаем, что американцы снимают блокбастеры. Все европейские кинопроизводители кричат, мы должны делать свое национальное кино, чтобы защитить от засилья американских бездуховных фильмов. Расскажи мне про эту бездуховную Америку и как там относится кино и как там слоит. Ты же крутишься в культурной среде, ты все это знаешь. Можно я лучше скажу, знаешь про что? Про то, что все города стремятся, чтобы снимали у них. Поэтому для киношников они вводят льготы. Если ты хочешь снимать, город дает тебе зеленый свет, и ты снимешь при максимальной... Аллилуйя, я это услышал. При максимально гладкой схеме. В Америке действует закон, который, да, если ты хочешь помочь чему-то, ты можешь эту сумму списать в налоги. И поэтому люди, да, я там... Я помогаю украинской организации, да, я помогла, я списала, и все. То есть вот этого нам очень не хватает. И, конечно, ну... Я открою не очень большую тайну, если скажу, что... В трехсотый раз я это повторю, что пока в город Одесса не будет известен и популярен во всем мире, причем известен не красивыми девушками и ресторанами с вкусной едой, а известен как культурный город, и о нем будут говорить на телеканалах, в фильмах будут видеть улицы Одессы, одесситов, одесские истории, сюда деньги не пойдут. Миш, ну ты понимаешь, что это связано с тем, что должна сохраняться архитектура в том виде, в котором она есть, без пластиковых окон, без кондиционера в домах. Я все это прекрасно понимаю. То есть сейчас Одесса для кино, когда люди выбирают локации, они плачут кровью. Слушай, вот у нас есть... Сейчас, секундочку. Вот у нас есть человек, который приехал в Одессу год назад, и почему-то решил остаться в Одессе. И у тебя были проблемы с локацией. Мы с тобой об этом говорили. Есть в Одессе локации? В Одессе есть шикарные локации. Наоборот, их в Киеве уже нет. То, что есть в Одессе, нет нигде, поверь мне. Это правда, да. Это легенда о том, что Одесса разрушается. Одесса меняется, но меняется... Я единственное, чего хочу сказать, прежде всего, тебе, Миша. Грубо говоря, у нас есть немножко разногласия по поводу того, что надо делать. Я вот не смотрел американские, популярные американские сериалы, которые где-то в интернете есть. Игорь Престолов, еще что-нибудь. Я не видел, правда. И не хочу. Потому что, когда я утром просыпаюсь, я открываю окна и вижу то, что вижу. Я не вижу никакой Америки. Я не вижу ту ихнюю жизнь. И я не хочу равняться на американское кино. Я хочу равняться на то старое, хорошее советское кино, которое было здесь. И я хочу показать здесь внюю жизнь, ну, жизнь, которая здесь происходит, здесь и сейчас. А не то, что вот там где-то как-то придуманный какой-то мир и так далее, и так далее. Знаете, сколько классных историй я услышал за последних полгода в Одессе? Ребята, об этом надо снимать. Нет, мы смотрим американское кино не для того, чтобы посмотреть на их жизнь. И мы на инструментарии современные смотрим. Они же используют самое там передовое, да, если использовать... Да, дай им Бог здоровья. Это совершенно не наша история. Я никогда в жизни себе не позволю снимать вот это вот детское кино, потому что я его не понимаю. Все эти блокбастеры, это для детей 12-14 лет. Но есть же не блокбастеры. И тем более, если мы говорим о сериях... Послушайте, есть такое классное европейское кино середины 70-х, 80-х годов. Очень классное. Ни одного спецэффекта. Но там есть душа и энергетика. Почему нужно выбирать? Почему нельзя смотреть и то, и то? Я не могу понять. Да ради Бога, смотрите сколько хотите. Просто не призывайте меня снимать там американские блокбастеры. Этого делать не надо. Что, Андрюш? Я бы хотел сказать о воспитании вкуса и об одном чудесном фестивале, которым занимаются моя супруга и Иван Козленко из Киева. Это фестиваль «Немые ночи». Это как раз мы будем говорить о каких-то традиционных старых кино. Андрюш, у меня за рекламу кончат, блин. Да. Неоплаченную. Извини, Миша. Этот фестиваль вернулся в Одессу. Он будет в Зеленом театре. Мы можем увидеть старое кино, черно-белое кино, но восстановленное украинское кино и не только. И будет современная музыка. Это будет крайне интересно. И для молодежи, и не только. Сейчас я порекламирую фестиваль, на котором работаю я. Так, и все. Я могу увольняться. Спасибо, ребята. А можно про фестиваль комедиатора сказать? Нет, нет, нет. Тут у каждого есть свой фестиваль. Я хочу всех вернуть на грешную землю и сказать вот что. Если мы будем говорить о том, что мы будем делать как, или будем делать лучше, чем, и так далее, и так далее. Ребята, есть свой путь. Им надо идти. Понимаете, Киев начал зацикливаться. Почему я приехал сюда, я вам расскажу. Я сижу, смотрю свой какой-то очередной шедевр сериальный под названием «Хозяйка». Выходит старший Баклан из машины и заходит в дом. Так стоит дом, нормальный, классный дом. Он заходит, камера отъезжает назад. В этот момент начинается рекламная пауза. Я переключаюсь на другой канал, а там из этого же дома Баклан выходит в другом сериале. Практически в той же одежде. Там уже не осталось мест, где это можно снимать. Ну, в Киеве, по крайней мере. Если кто-то услышит. А можно мы у вас поснимаем, люди хватаются за голову, 50 человек растопчете мне, все, не, не надо. Причем за 3 копейки, да, потому что денег-то нет. Можно я перебью? Жители Нью-Йорка тоже ненавидят, когда кто-то рядом снимает. Это город приветствует. А если у меня в квартале снимают, это значит, что не запаркуешься в районе там 3 километра. Я понимаю, что в Одессе очень много интересных и вокруг. Не только в Одессе. Извините, на секундочку, моя родная Сербия чуть меньше, чем Одесская область. Ну, реально, да? Тут очень много даже городов интересных со своей интересной архитектурой. Сколько хороших артистов в городе Одессе, про которых никто не знает. Я вот сейчас ставлю спектакль, можно рекомендовать? Можно, можно. Тебе можно. В украинском театре ставлю... В русском. В русском, извините, в русском театре в Одессе ставлю спектакль. Шикарные артисты! Я просто не знал, что они такие, с такой классной энергетикой. Я знал двух человек, правда, да, но не думал, что они так хорошо, классно работают. Об этом никто не знает. Операторы какие? Вот сейчас за кадром здесь стоят люди, которые могут сделать такие шедевры. Мы их просто не видим. Но поверьте мне на слово и поверьте людям. Это люди, которые 10, 15, 20 лет назад снимали такие классные фильмы. Понимаете? Ну вот. Я об этом говорю. Этот потенциал, грех не использовать и не делать. Тем более, что кино, как мы знаем, уже началось именно в Одессе. нигде-то в другом месте. И попытаемся подводить. Что у нас голосовалка показала, студия? Телеграмм. Нет, не смотрит украинское кино, 50%. Да, 39%. И только сериалы 11%. На фейсбуке да, 48%. Нет, 52%. Соответственно. У нас осталось полтора минуты, надо подводить итоги. Ребята, что я вам скажу? Бака абсолютно прав. В Одессе нужно снимать кино, делать кино про Одессу. Одесса – это тот город, с которого начнется рывок возрождения украинского кино. потенциал огромный. Люди есть. Нужно немножко воли, желания. И желания не только нашего, тех, кто делает кино, а тех, кто хочет помочь кино. Нужно желание городских властей, областных властей. Ребята, не нужно от вас денег. Найдутся люди, которые дадут деньги на кино. Поверьте мне. От вас нужно желание пропагандировать этот город. Посмотрите на сериалы. Те же американские. Где они снимаются? Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Я улицы Сан-Франциско знаю лучше, чем улицы Одессы. Город узнаваем, и в него хотят приехать, когда его видят в кино. Люди, персонажи, там, пристной памяти сувенир из Одессы и ликвидация, это не Одесса, это шарш на Одессу. Одесса, на самом деле, совсем другая. Здесь иначе говорят, здесь иначе думают. И создать фильм про Одессу могут только те, кто здесь живут. Я, не сомневаясь ни одной секунды, буду делать все для того, чтобы Одесса стартанула и показала всем, как можно и нужно делать кино. Большое всем спасибо за эфир. Гости были великолепные. Спасибо всем. Ты сказал, я сделал. я сделал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok